МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения. Еще ваша информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Чувашия в числе лидеров итоги работы промышленного производства Республики обсудили на коллегии Минека. К вашим услугам в Чебоксарах открылся второй многофункциональный центр. Наконец-то все дома. Жительницу Новочебоксарска восстановили в родительских правах. Сегодня в Чебоксарах подвели итоги работы промышленного комплекса Республики за 7 месяцев этого года. Чувашия в числе лидеров Приволжского федерального округа по многим показателям. Большинство предприятий увеличили объемы производства. На коллегии Министерства экономического развития собрались руководители передовых заводов. О чем шел разговор и что ждет промышленность в ближайшей перспективе, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Экватор нынешнего года многие предприятия преодолевают с позитивными результатами. Объемы производства растут, и эксперты это предсказывали. Вообще в промышленном комплексе Республики наметилось немало позитивных тенденций. В Чувашии стало больше высокопроизводительных рабочих мест, увеличилась и заработная плата. В некоторых отраслях ее порог превышает 28 тысяч. Ну и ряд организаций превысили средний российский показатель, это больше 30 тысяч рублей. По итогам 7 месяцев практически рост он составляет где-то на уровне 8,8 процента, но это плавающая цифра. Параллельно вместе с вами мы поднимаем уровень заработной платы работникам бюджетной сферы. По итогам 7 месяцев Республика вошла в тройку лидеров по уровню индекса промышленного производства среди регионов ПФО. У нас из года в год сохраняется стабильный рост по пополнению доходной части в виде налоговых поступлений по собственным доходам. От того, что уже было сделано, перешли к обсуждению перспектив. Чувашия готовится презентовать свой потенциал серьезным инвесторам. На фоне зарубежных санкций встает вопрос о замещении импорта. Не исключено, что в республике появятся новые производства. Регионам заинтересовалось крупное предприятие по выпуску газотурбинных агрегатов для военных кораблей. Редукторы, трансмиссии, агрегаты, рамы и так далее. Я вот тоже прошу, мы направим всем, то есть буквально одни получили мы это предложение, мы всем организациям разошлем. Я надеюсь, что мы найдем отклик от компании. Но ряд предприятий от санкций могут пострадать. В области риска сейчас находятся организации по выпуску электротехники, которые зависят только от импортных комплектующих. Им предложили присмотреться на поставщиков из стран, которые к России относятся лояльно. И сегодня уже компаниями принята программа по переориентации на страны Азии. Это Китай, Тайвань, Южная Корея, Турция. Вот я буквально сегодня прочитал Минвроторги и мы с рядом организацией в рамках рабочей группы, сотрудничество Чуваши, Беларусь, посещали предприятие «Интеграл», там где в Беларуси, там где выпускается компонентная база. И сегодня России принято решение о загрузке данного предприятия. Открывают новые двери и другие решения федерального центра. На руку республики может сыграть запрет на поставку продукции легкой промышленности, которая изготавливается из иностранного сырья. Другая позитивная новость. В регионе уже в этом году заработает Центр сертификации стандартизации испытаний. Решение уже принято. Скоро Чувашия получит необходимые средства. Митрий Ковалев и Андрей Шокрев. Республика. Росту экономических показателей в будущем должен поспособствовать и создаваемый в республике агропарк Чувашия-Сычуань. Бизнесмены из Поднебесной в эти дни находятся в республике. У них насыщенный график поездки, встречи с коллегами и консультации с правительством. Сегодня в конце дня с гостями из Китая встретился глава Чувашия Михаил Игнатьев. Корпорации развития Чувашии и китайская компания провинции Сычуань уже подписали соглашение о сотрудничестве по созданию сельскохозяйственного комплекса агропарка на территории Чувашии. В рамках своей поездки китайская страна планирует подать документы для регистрации. На встрече с гостями обсуждались вопросы жилищного строительства и развития инфраструктуры. В частности, бизнесменам из Китая предложили поучаствовать в реконструкции Московского моста. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства – это не только ремонт и переселение из ветхого жилья, но и множество других проектов. Кроме того, уже с 1 сентября вступает в силу закон о лицензировании деятельности управляющих компаний. Все эти вопросы обсуждались накануне на совещании с участием заместителя министра строительства и ЖКХ России Андреем Чебесом. Госжилая инспекция Чувашии заранее подготовилась к работе в новых условиях. Необходимая нормативная база создана, открыт сайт, на котором аккумулируется вся информация по теме. Образована комиссия по лицензированию. В ее состав войдут не только инспекторы, но и представители общественной палаты саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ. К 15 мая 2015 года ни одна управляющая компания без лицензии работать не будет. Таким образом, хотят освободить рынок услуг от недобросовестных игроков. Зашел разговор и о тарифах на услуги коммунальщиков. Точнее, об их адекватности. Очень часто те ограничения, которые с федерального уровня сегодня идут, по темпам роста воспринимаем, что и рост платы и содержание ограничивают. Я ответственно заявляю. Ограничение платы и те, что были ранее, в виде поручений правительства. И то, что мы сейчас после принятия закона в декабре, мы в конце декабря приняли ограничение роста платежа, он касается ограничения роста платы только за коммунальную услугу. И для властей субъекта именно этот сигнал. Все, что касается платы за содержание ремонта, за жилищную услугу, здесь политическая полномочия главы субъекта, естественно, а в этом смысле главы муниципалитетов праве принимать, эту планку поднимать. Потому что очевидно, что если будет заниженная плата, то за эти деньги сделать нормально ничего нельзя будет. Во время рабочих встреч и совещаний обсуждался вопрос обеспечения жителей Чувашей качественной питьевой водой. Программа выполняется, в ее рамках сделано многое, но предстоит тоже немало, отметил глава республики. В городе Чебоксары водоканал модернизируется, построено водохранилище, и наша задача, идя поэтапно, пошагово обеспечить качественной водой всех жителей республики. У нас нет претензий к республике Чуваши по ходу реализации этих программ. Все сроки выдерживаются. Что касается продолжения финансирования, то все решения на этот счет приняты. И на 2015, 2016, 2017 годы финансирование на федеральную программу чистой воды определено. И, соответственно, если документы, заявки будут от Чуваши подаваться, они будут рассмотрены, я думаю, что Чуваши может надеяться на то, чтобы получить финансирование и дальше на реализацию этих мероприятий. Отдельно Андрей Чибис отметил работу республиканского портала ЖКХ, четко функционирующего ресурса, обеспечивающего не только информационные потребности собственников жилья, но и обратную связь с ними. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Комплекс мер в области налогового и инвестиционного законодательства обсуждали сегодня за круглым столом в Комитете Государственного Совета Чуваши по бюджету, финансам и налогам депутаты и эксперты. Тема инвестиционной привлекательности региона является одной из ключевых. В настоящее время на территории Чувашской Республики реализуются более 140 высокоэффективных и социально значимых проектов на общую сумму около 230 миллиардов рублей. В этом году заканчивается реализация таких инвестиционных проектов, как строительство предприятия по производству солнечных модулей, модернизация домостроительного комбината, производство клинкерной плитки, открытие сервисного центра ВТБ-24. Кроме того, дан старт новым крупным и значимым инвестиционным программам. Среди них создание нового производства на Реново Оргсинтез, производство биопротеинового комплекса и другие. В Республике действует ряд мер по стимулированию инвестиционной деятельности, механизмы снятия административных барьеров, строительство индустриальных парков, налоговые льготы и другие. Участники круглого стола решили рекомендовать Кабинету министров принять комплекс мер по мониторингу эффективности предоставленных форм государственной поддержки, разработке и внедрению инструментов, способствующих повышению имиджа Чувашии и продвижению брендов республиканских производителей. В городе начал работу еще один многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Прошло две недели с тех пор, как он принял первых посетителей. Наша съемочная группа узнала, сколько человек за это время воспользовались услугами МФЦ. Несмотря на то, что новое здание МФЦ функционирует всего с 15 августа, сюда успели обратиться уже около 2000 чебоксарцев. Наиболее востребованными услугами, а всего их более 170, оказались регистрация сделки с недвижимостью, услуги по замене и выдаче паспорта и назначение выплат пособий на детей. Доволен полностью, но и предложение есть. Первое предложение – стоянку расширить, потому что народу будет много по анализу центра, который в центре у нас находится. В принципе, чтобы все это можно было сделать интерактивно, то есть человек пришел, в течение часа получил услугу. То есть может записаться на будущее, но не ждать, допустим, по полной, как в центре. Здесь пока здорово. В новом офисе действует 19 окон и еще 29 в МФЦ на Ленинградской. Но для чебоксар с его почти полумиллионом населением этого недостаточно. Поэтому в 2015 году ожидается открытие еще двух офисов в Новоюжном и Северо-Западном районах. Для чего это делается? Ну, во-первых, это делается для удобства жителей. И существуют нормативные документы, существуют федеральные законы по состоянию правительства, которые говорят, что на 5000 жителей муниципального образования должно быть одно окно приема жителей. С открытием Центра на энтузиастов МФЦ города соответствует нормативу лишь наполовину. Но в 2015 году планируется полностью соответствовать федеральному законодательству. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. Пешеходный переход около Дома Печати закрыт. Новая дорога стала магистральной. И смотря на то, что жителей города это не устраивает, проект соответствует всем нормам законодательства. Закрытие пешеходного перехода объясняют еще и тем, что этот участок небезопасный. С мая тут произошло 4 ДТП. Пробки на проспекте Ивана Яковлева – ежедневное явление. Но в ближайшее время это должно измениться. Дорожные работы завершатся уже в октябре текущего года. После реконструкции светофоров от проспекта 9-й Пятилетки до автовокзала не будет. Кроме пересечения с улицы Ленинского комсомола. Но у жителей домов по проспекту Мира это не устраивает. Теперь, чтобы перейти дорогу, им придется от Дома Печати дойти до МТВ-центра. Или идти обратно до железной дороги. Есть недовольство людей. Проект прошел экспертизу. В нормативных документах четко показано, что между остановками переход должен на расстояние 400-450 метров. Поэтому здесь нормативные все размеры соблюдаются. И нету никаких веских причин оставить его, не закрывать. Право снова быть мамой получила жительница Новочебоксарска. Женщину лишили родительских прав на трехлетнего сына в 2006 году. И спустя 8 лет ей удалось вернуть уже 11-летнего ребенка в семью. Словно мамонтенок, Максим все это время хотел вернуться к маме. Но с трех лет ему пришлось жить в детском доме, затем в приемной семье в Ядринском районе. О том, что тогда происходило и почему мальчик попал в такие обстоятельства, его мама сейчас вспоминать не хочет. Мы раньше тогда в Чебоксарах жили. Просто связалась не с теми, не с той компанией. И все. Пошло-поехало. То есть была такая... Да. Очень хорошая ситуация. Да. Об этом хочу даже позаботиться. Мама Оксаны, Галина Романова, хотела забрать ребенка к себе, но не смогла по состоянию здоровья. По словам Оксаны, о местонахождении Максима биологической маме стало известно только в 2009 году. Начали приватизацию, чтобы квартиру разменять сюда в Новочебоксарске. Ну, чтобы каждому по доле. Там у нас была двухкомнатная. И каждому, чтобы мне, старшему брату, маме. Вот. И только тогда вот мы узнали адрес у них. Только тогда увидели. Почему три года Оксана не знала, где находится ее сын, пока непонятно. Когда узнала, она начала навещать Максима у приемных родителей. Но видеться удавалось через раз. Новые папа и мама всячески этому препятствовали. Это подтверждают и судебные приставы. Бабушка Максима все же добилась разрешения органов опеки и попечительства. И каникулы ребенок стал проводить в кругу семьи. Заметно увеличившийся, поскольку мама вышла замуж. Потом Оксана собрала все необходимые документы. И ее восстановили в родительских правах. После решения суда приемным родителям пришлось смириться с возвращением Максима к родной маме. При исполнении производства данной категории итог может быть различный. Это могут и стата сторона не только спрятать ребенка, либо оттянуть еще что-то. То есть получается так, что судебный пристав исполнитель проконтролил весь этап соблюдения всех законодательных норм, чтобы никаких претензий уже к новой испеченной маме, скажем так, не было. И, соответственно, та сторона, которая должна была предоставить ребенку своей родной матери, не предупреждала никаких противозаконных мер, чтобы решение суда не исполнить. А мама, соответственно, не получила своего ребенка. Максим говорит, что счастлив в кругу родных и близких. А в приемной семье приходилось тяжко. Иногда били, ну, потом жугали, ремнем били. Ну, потом, когда папа пьяный был, я убегал, вечером приходил, кушал. А бабуля мне помогала. К тому же теперь у него на одного родного человека стало больше. Появилась младшая сестра Валерия. Для нас, конечно, это большое, огромное событие. Это радость большая. Маши все проследились от радости. Слезы радости у нас. Слава Богу, теперь он у нас будет с нами. Вместе с мамой, бабулей, прабабушкой. В ближайшее время семья Оксаны теперь уже в полном составе собирается заняться улучшением жилищных условий. А Максим еще мечтает поехать в Москву и увидеть Кремль. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. Каждую субботу в столице Республики будут проходить спортивные праздники для всех любителей здорового образа жизни. В 10 утра спортивные площадки откроются в парках Лакреевский лес и 500-летий Чебоксар. Перед национальной библиотекой у домов культуры, тракторостроителей и салют на стадионах Низами и Спартак. В микрорайоне Тусы и у школ номер 17 и 37. На Красной площади и в Заволжье. Кстати, в Лакреевском лесу пройдут мастер-классы по танцам, фитнес-аэробике и йоге. А также специальный кулинарный мастер-класс. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин